Добрый день, друзья, сегодня 27 марта 2016 года, воскресенье, время 10 часов утра, на 3-м порте В конце концов отельного центра в Минске, проходят матчи, повторяяю квалификацию Между этим, значит, Ильей Сарафин и Украины все выступают из блоги черного слоя Илья Карпасов, российский спортсмен, такой Материализованный розыгрыш Илья Украинский спортсмен, берет подачу Сложный матч Сложный матч Не могу сказать, кто взял первый счет Но пока что 3-2 у второго Принесется пока что на первый корт Мы только на два Данил Кахминев, Беларусь Спортсмен в такой розовый И соперник у него Александр Дитвин, Украина Александр Дитвин, Украина В футболке такого голубоватого цвета И со счетом 75 украинский спортсмен берет первый сет Значит, напоминаем зрителям, что Напоминаем зрителям, что Это турнир в второй категории ТЕ Называется он Белкантон Кап А возрастная категория Длиннейший 14 лет и моложе Стоящая права на комментарии к матчам Принадлежат старик и лабористов И не допускается Капирование распространения Илья спорит И мяч действительно не попал Украинский спортсмен ошибается При приеме второго мяча Не проходит первый мяч у Карпова Илья мужественно Украинский спортсмен добивается своего Великолепный розыгрыш в исполнении В исполнении Ильи Сарафина Великолепный розыгрыш Подготовленный спортсмен Показывает мощный и качественный теннис Он проходит первый мяч у Ильи Вторая подача Украинский спортсмен У него решение Выйти вперед Срезаный удар Но мяч не перевалился Через сетку Проходит первый мяч у Ильи И четко положил С короткого Уходящего 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 Ильи Вперед Подачу Карпов И пока что Продолжается Первый сет На подачу Илья Сарафина Украина Качественная Первая подача Но срывается Удар Соцкока У Ильи Встречаются Два Ильи Карпов и Сарафин Нет первого мяча Сантиметров 15 ватт Безупречная Четкая Вторая И Сетка Выступает За Илью Карпову Россия Илья Сарафин Не достает Этот мяч Уважаемые друзья Хочется отметить Что Теннис Высочайшего Класса Показывают Спортсмены Прямо Не хочется Сказать Что это Признавать Что это Квалификация Квалификация Матч Достойный Основной Сетки Мощный Мужской Теннис Илья Сарафин Ошибается Выполняет Удар Соцкока Но в принципе Делался Правильно Встречная Вторая И Я начинаю Атаку Карпов Укороченный И Карпов Не так агрессивен Оказался При выполнении Второго Удара С воздуха Конечно Обязан Забивать этот мяч Не удалось Видимо Больше На подачи Украинского Спортсмена Безупречная Первая Выход на короткий И Внос Ошибки Не совсем Своей Парелки Не совсем Своей Парелки Сарафин И А теперь Мы понимаем Что Счетом Первый Сет С счетом 6-3 Взял Илья Сарафин Украина Спортсмен Обращаю Внимание В черной Бейсболке Во втором Сете Илья А Карпов Введет Со счетом 4-3 Проходит Первый Мяч Ильи И Сарафин Не исправляется С приемом Эйс По-моему Карпов Вновь Проходит Первый Мяч Карпов Безупречный Мощный Силовой Кинуть Ремонстрированный Петля Вновь Проходит Первый Мяч Безупречный Второй В это время На втором Сете Четко Возводки Бежит Мяч Спортсмен Бил Четко действует украинский спортсмен и 40-15 на подачу карты. В это время на порте номер 2. Александр Дюпин украина ведет во втором секе со счетом 1-0. И на подачу принимает Дюпин украинских минут в Беларуси. Проходит первая подача Карпова и он ошибается, выполняя удар с отскока ровно на подачу Карпова. Не ведет первый мяч, грубая ошибка в середине сетки и двойная ошибка. Видимо, пильярный мяду под устав выполнял. Меньше на его подачу. Вновь не проходит второй мяч. Я выбрасываю мягкий удар, даду передохнуть. И, в общем-то, справедливое решение, добиваются ошибки Сарафина. Ровно. Можно считать, что это включенный матч во встрече. Потому что мощные удары с космены. Широкое маховое движение Сарафина при выполнении ударов с отскока придают мячу предничную скорость. Но Карпова просто безупречная подача. Сарафин держит мяч и начинает оправдываться. Карпова переключается и выбираются ошибки Сарафина. Очень интересный матч мы наблюдаем. Мощный силовой теннис. Местами тонкий, тактический. Сарафин держит мяч. Не идет первый мяч у Карпова. Не идет первый мяч у Карпова. Карпова достал покороченный удар. Пробрасываю в длину и сарафин не так, что-то в обводке. Ошибается, выполняю обводящий удар. Больше нападочка. Очень важное очко разыгрывается. Вновь не идет первый мяч у Ильи. И двойная ошибка. И двойная ошибка ровно на подачу парня. Еще раз обращаем ваше внимание, что это ключевое имение. Если Карпову удастся взять этот гейм, то счет становится 6-2. И возможно, у него появляется шанс остаться в матче, развить свое преимущество. Но пока что ошибаюсь. Меньше на подачу карпана. Не идет первая. Сарафин в это время выполняет мягкий ударный подход. Карпов не готов был обработать этот мяч. Ошибается, сетку. По 4, по 4. Первый мяч сарафин хороший. Ошибается подлиннее немножко Сарафин. В общем-то, справедливое решение Карпова. Мяч ушел в аут. Ну, где-то, может быть, на сантиметр-два, не более. Безупречный удар Сарафина в противоход парень. В это время на втором порции противостояния поменило, как в Лука, Белоруссии или Ассамбре Бутина на второе время. А так что, в 2-м суте, в году крайний спортсмен. Он схитрил немножко Илья Карпов при обмене ударами на первой линии. После мощного удара... После мощного удара сыграл мягко в полкорту и вынудил ошибиться. Илью Сарафина. Свидетель у него очень интересного матча на самом деле, друзья. Безусловно, шикарный теннис показывают спортсмены. Мощный, хитрый пароль. Компий. Компий. Компий пробивает Сарафин с отскока. В натуре, я уже не слежу со счетом, пошивается на приеме Карпов, видимо, больше на подаче Сарафина. Не в своей тарелке немножко Илья, но это опытный спортсмен, который знает, как себя вести в сложных игровых ситуациях. Мощный удар. Карпов. Удостает горку и заставляет отшивить шагинги Сарафины. Ровно. Компий. Выборочек. Конечно. Компий. Безупречная уходящая, безупречная, безупречная уходящая подача Сарафина. Блин, мяч по визуальным ощущениям, как минимум пол мяча на линии квадрата подачи. В принципе, хотелось бы ему, чтобы мяч не попал, но, видимо, все-таки мяч попал. Ровно. Широкое движение Сарафина пробивает жестко и добивается ошибки. Мощный спортсмен вытроит. Немножко недоволен собой Сарафин. Выиграл ситуацию, но при выполнении удара со скока ошибки. Какие волевые качества демонстрирует Илья Карта, в такой ситуации держит удар и добивается ошибки Сарафина. Подачи не было, но розыгрыш продолжается. Илья принимает решение, что мяч попал. Мощный один ударами на заднем. Под право. Удар под право Ильи. Не справляется Карта. Сарафин подает ровно. Безусловная подача Сарафина, косая уходящая, Карпов выбрасывает короткий мяч и Сарафин четко по мастерски разбирается по форме. Сарафин четко пробивает линию на подаче. Вновь сразу развивает атаку. Принимает решение пробивать в тот же угол подлево Карпову и ошибается по длине. Вновь про угол. Очень напряженный матч. Ошибается Карпов, выполняя удар с отскока. С короткого мяча. Хотя ситуация, конечно же, была выигрышная. Инициатива в матче. Принадлежит Сарафину. И он добивается ошибки Карпову при выполнении удара с отскока. 5-4. Во втором сете ведет Илья Сарафин. Украина. 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 Карпов пока что уступает во втором сете. И сейчас Илья будет подавать, чтобы остаться в матче. В это время на первом курсе. В это время на первом курсе. Это расстояние украинского спортсмена Александра Дюпина и Даниила Кахнивука из Беларуси. И во втором сете ведет украинский спортсмена с расчетом 4-0. Но на подачу спортсмена Дюра Руси. Отшибается Кацк, выполнял удар с отскока. 0-15. Усиливает Илья. Нет. На этой тарелке себя чувствует. Второй мяч. Мяч по ощущениям попал. Но Илья, видимо, очень хочется ему, чтобы был аут и так обсудит. Но так обсудит сам игрок в свою сторону площадки. Это характерно для юниорского тенниса. нахитный. У нас значит... Гипс 15. Илья. Я Сарафин прощу. Илья. Субь наблюдателя посмотреть, каким образом попадает мяч по ощущению. Мощное накатистное движение Сарафина и уже сорок пятнадцать ударов. Не уверен и чувствует себя Сарафин, выполняя этот удар. Не проходит первый мяч у Харфова. Четкая вторая бежит и ошибается Сарафина. По пяти. Карпов остается в матче. Правда отметим, что не бесспорным было его решение тогда судейское по поводу попадания мяча Сарафина. Ну вот, как он так сложилось. Вау бьет Сарафин. Немножко тороп. Карпов поддавливает. Но он опытный спортсмен. Знает, как нужно себя вести в таких ситуациях. И поддавливает противника. Цеплярец. Держит карту. Сарафин подбивает. Четко с короткого играет Сарафин. Держит карту. Дождался атаки. И вышел. Четко положил мяч. Четко 15. 5-5 во втором сетке. У Сарафина не идет. Первый мяч. Вторая безупречная. Калпа принимает. Усиливает. И добивается ошибки Сарафина. Нужно отметить, что джинер. А то очень тонко чувствует игру. Рвет ритм тогда, когда необходимо. И вынуждает соперника ошибиться. Удастся ли мы сделать это во втором сете. Чтобы... Удастся ли мы сделать во втором сете. Посмотрите. Безупречная вторая. Беликапистрый удар. И... Четко играет Сарафин. Понимая, что Карпов будет сражаться в защите как лев. И выбрасывает. Кажется, уже безнадежные мячи. С короткого мяча ошибается Сарафин. Больше, меньше наподачи. Вкручивает вторую. Не рискует давать первую. Мощные удары. Мощные удары Сарафина. Карпов выбрасывает горки. Понимая, что любая ошибка Сарафина дает ему гейм. Интересно развивается данный матч. А что же у нас счет? 6-5. Во втором сете больше у Карпова. 6-5 во втором сете больше у Карпова. Ну, не совсем верно выразился. Не больше у Карпова, а у Карпова преимущество Кургима. Добавил сантиметра. Кургима. Кургима. Добавил сантиметра.